Все согласны с тем, что существует запрет на отдачу земли. Вопрос в другом. Остается ли этот запрет в силе, когда возникает опасность для жизни? И вот здесь происходит разделение. По какой-то причине существуют современные комментаторы, а я не нахожу подобных ранних комментаторов, которые считают, что ради сохранения мира, когда возникает угроза для жизни, то нужно отдавать землю, как в случае с Йом Кипуром, Шабатом и так далее. Я полагаю, что это не так, что это фундаментальная ошибка и в Минхат Хинух это прописано предельно ясно. Фундаментальное различие между заповедью идти на войну, а удерживание земли является ее неотъемлемой частью. И другими 612 заповедями состоит в том, что все эти заповеди, кроме трех основных, нарушать которые нельзя, можно нарушить в случае, если возникает угроза для жизни, поскольку сама по себе заповедь никогда не бывает опасной. И следовательно, если она вдруг становится опасной, возникает парадокс. Завтра она перестанет быть опасной, значит можно нарушить ее сегодня, выжить и исполнить заповедь. Но в Торе есть одна заповедь, которая опасна всегда по своей природе, это заповедь идти на войну. Все войны опасны, евреи всегда будут погибать в войнах, даже в обязательной войне. Вот почему эта заповедь несравнима ни с какой другой. Следовательно, как говорит Минхат Хенух, мы игнорируем опасность, а не войну.